Продолжение следует... 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 Потому что мы действительно стали большие, мы стали серьезные, и мы сейчас стоим на рубеже очень серьезного этапа. Мы выпали только 1 часа, на 13 июня, и я знаю, что вы aware о этом, но встать 1 час, мы будем делать очень много, очень много работ, потому что там много говорят о том, что со всеми большие вещи впереди. И первое, вы знаете, очень важные слова, но в этом деньги на уровне главных đến, и на разных странах. We are also preparing for the meeting with the President of Belarus, Lukashenka. So, you know, the first, well, just money is going to be sent to us from India. So, and we have discussed so many questions about our further work. And it will be the work only with plus, 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 because we are such a big, big company now. So, and I'm absolutely sure that your structures will be also grow bigger and bigger. And so just once again, I want to pass on this impulse from this meeting to you and assure you that so only great things are ahead for us, for both of us. And so once again, heartless greetings from Анатолия Эдуардовича, Юницкий. И, конечно же, это очень важные вопросы подготовки к самому мероприятию. У нас два важных, серьезных дня. Поэтому все организационные вопросы, связанные с ЭКО-фестом по участию. Сейчас я попрошу Ларису Артамонову озвучить уже все, как говорится, вопросы, связанные и с трансфером, и с компенсацией, и с расписаниями дня, что сейчас важно, актуально. Сразу еще до выступления Ларисы скажу, что, пожалуйста, будьте внимательны. Возможно, какая-то дополнительная информация, так как у нас эта планерка завершающая в этом месяце, и следующее 27 число у нас планерки не будет, так как многие будут уже в дороге, и мы также... Поэтому мы все встречаемся уже на ЭКО-фесте. Но прошу вас быть постоянно в доступности в чате, так как любые дополнения, изменения, какие-то корректировки я буду выставлять, я и Лариса Артамонова, в чате региональных лидеров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я хочу сейчас узнать, видно ли вам экран. который я показываю сейчас, свой рабочий стол. Алло, 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 какие? Не видно. Так, не видно. Ну, бог с ним уже, не будем сейчас разбираться, что там показывают у нас программы. Суть в чем? У нас сегодня, вы знаете прекрасно, что конференция, которая состоится 20 июля, состоит из трех блоков. И на эти три блока участники совершенно разные. То есть доступ к этим трем блокам будет у трех категорий людей. Людмила? Людмила? В историю и в первую, вторую, третью попадают только те люди, которые изначально оплатил участие в конференции в личном кабинете на сайте фонда Skyway Capital. И у нас очень печальная статистика на самом деле, потому что оказалось, что участники конкурса, которые имеют, единственное, которые имеют право посетить фуршет, закрытый фуршет вместе с Анатолием Даровичем, который будет присутствовать там, из семидесяти человек оплатили конференции только три. По условиям конкурса, все, кто выполнил эти программы, личных инвестиций, либо личная инвестиция плюс первая группа, присутствуют на всех мероприятиях бесплатно. Но так как нам важно было знать и понимать, когда мы прекращаем регистрацию на конференции, потому что в зале всего 550 мест, статистика такова, что сегодня зал забит битком, у нас все места распроданы, и эти 70 человек на сегодня, стоит вопрос, куда их посадить и где не будут находиться в зале. И вопрос, приезжает ли они вообще, потому что не оплатив свой билет, не заявив свое участие, мы даже не представляем, участники этого конкурса, планируют ли вообще быть на конференции. Все 550 seats have already been sold, но если у нас все люди, которые принимают на конференции, и которые у нас есть все права, чтобы быть там, конечно, они могут быть там для свободы, для первой и второй пар, но для третьей пар, они должны быть платить. Это тем более неприятно нам, что больше половины участников, которые выполнили конкурсную программу, имеют право на возмещение и на компенсацию не только посещения фуршетной конференции, но и оплату для них отеля, проживания в отеле и перелета. Да, потому что 50% of all these people could have the refund for their participation in the gala banquet, in all the events, in the accommodation as well, and trip, so they could be refunded for their participation, and they are still not here. So I think it's really something. В четверг у нас последняя дата, контрольная дата, когда отель принимает от нас заявки, количество участников. С сегодняшнего дня у нас будет проходить отзвон от фонда Capital по всем, кто выполнил условия конкурса, чтобы узнать, они планируют приезжать на конференцию, либо они просто удачно инвестируют и у них очень хорошо работает команда. Поэтому просьба ко всем отвечать на эти телефонные звонки и дать подробную информацию о том, приезжает ли этот инвестор и будет ли он участником на конференции и на фуршете. Продолжение следует... We are beginning to call all the people who fulfilled the conditions of the competition just to get to know if they are coming. Because on Thursday, it's the last day when we have to contact the hotel and say how many people are going to be accommodated there. So please answer these calls. We must know if you are coming or if you are just practically a successful investor and partner and just enjoy just contributing to the project. But we must know the exact number of the people who fulfilled the competition, the conditions of the competition or who are coming. Please be in touch. Thank you very much. and we will not be able to let you because in this moment the people who have paid and paid for themselves for the competition will be able to stand. We must know the situation approximately the same situation with block number one. So, it is from 10 o'clock up to 1 o'clock and it is for regional leaders and leadership councils. And practically, only a few people paid their participation. All the rest of the people have paid. And so, what shall we do with the leaders and the leadership council who have not paid this part? So, because the people who paid already have their seats. What are you going to do with you? So, are you going to stand? Or what? So, just, it's real. So, please get in contact as soon as possible. One of the people of you will not be made an exception. Because today, those who haven't paid and paid for themselves, there are about 200 people. In any case, all the people will be made. And we will not be made an exception for someone else. Because no one is better for someone else. At the end of this week, we are going to have all the list of the people for all these three categories of people, who are participating in block number one, in block number two, and in block number three. And if you can't find your people or yourself in this list, and it's about 200 people who could be in those lists, but they are still not here. So, we are not going to do any exceptions to the rule for you. So, because the people who paid, they have the full right just to sit and to participate. So, you'll see this list by the end of this week in the offices, in your personal offices. for all the people who have paid the conference, who have paid the conference, you know, that the 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 haha the 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 Продолжение следует... И теперь все, что касается поездки на Экофест. Все вы приезжаете не только на нашу конференцию, но одно из основных мероприятий – это посещение Экофеста. Многие из вас приезжают своими собственными автобусами. Многие из вас приезжают не автобусами, но селятся в отели группами, и группами достаточно большими – от 20 до 50 человек. Продолжение следует... И многие из вас запрашивали возможность заказать для вас отдельно трансфер. Это для тех, кто селится большими группами в отеле, либо для тех, кто уже приехал на своих автобусах, чтобы их пропустили в Экотехнопарк вне очереди. Компания отказала нам и в первом и во втором случае, потому что у нас сторонняя компания занимается допуском как служба секьюрити на Экофест, и всех будет пропускать только по штрих-коду, по билетам. Чем это для ваших автобусах? Продолжение следует... Продолжение следует… С真的 п truc vistas во время ежoires на спецификация. But unfortunately, we can't allow these special buses to come to Ekafest, because the security people will be very, very strict. And all the people will just be seated in the regular buses, the one that we order. And they will admit it only just according to their ticket. All the tickets will be checked. Thank you. If you have a ticket to Ekafest, you will see the ticket to Ekafest, you will see the ticket to Ekafest. Even if you have a ticket to Ekafest, you will see the ticket to Ekafest, so a security officer will enter the bus and will check every single ticket, every barcode on this ticket. And if there is at least one person or two people who do not have these tickets, so they will not be admitted, even if they saw or cry over the hotel. So when all the tickets are checked, the people will wear special bracelets, and then they will admit it to the territory of the Ekafest. For the second category, the people who come to the hotel with large groups, it is our foreign investors from Europe. For the situation like this, you just take a taxi, you take a taxi or micro-autobus, and you will be able to get to the point of the entry of the Marginal Gorka. And you will be able to get a group of the bus, you just go to the bus, you will be able to get to the people who will stay and will be responsible for your bus. And in the bus, you will be able to get a ticket to the bus, only by the bus, no ticket. If you have a ticket, if you have a ticket, if you have a ticket, в сумке, потерял, пока ехал по дороге, никто запускать не будет, никаких списков, по которым можно будет сверить, оплачивал человек или нет, не будет ни на посадке в автобус, ни на входе в Экофест, только ваш билет является вашим пропуском и вашим доверенным лицом того, что вы действительно имеете право находиться на Экофесте. Великой группы в гостях, группы от 20 до 50 людей, вы должны идти на трансфер-пункт, по такси или мини-бассе, по которому вы выбрали, и это будет выход на метро-стATION Пиромайске. So, the transfer buses will be, will just, seen, because they will have the logo of Skyway. And so, these transfer buses are available only from 9 till 11 o'clock, and you will be admitted to these buses only, just showing your ticket. So, now, we do not have any lists there, just to check if you forget it, or just if you dropped it somewhere, or left it in the hotel, or whatever happened to your ticket. So, then, if you don't have it, you are not admitted to the guard. That's as simple as that. Please have your tickets with you. Thank you. There was a question about the drivers of the buses. So, whether they will be admitted or not. If the driver is our partner or investor, and he paid for the ticket, of course, he will be admitted. If not, he just stays in his bus and is waiting for the passengers. Thank you. Thank you. Thank you. Продолжение следует... И вновь то же самое правило будет действовать при входе на конференцию, на конференцию 2-го числа. Также сейчас уже есть в личном кабинете билеты на конференцию, вы их точно так же распечатываете и точно так же по билетам у вас будет вход и доступ на конференцию. И обращаем особое внимание для вас, как для лидеров, чтобы вы проверили списки, которые будут вывешены в личном кабинете. Если ваши друзья, ваши инвесторы имеют право доступа только на вторую часть с 14 на 17.00, предупредите их, чтобы они не приезжали с утра в надежде прошмыгнуть зал, либо просто сидеть несколько часов на ресепшен. В отеле нас просили, чтобы отель был свободен, чтобы люди, которые приезжают на конференцию, приезжали группами именно в то время, в которое у них есть доступ на участие в конференции. В отеле нас просили, если вы имеете ввиду, если вы имеете ввиду, если вы имеете ввиду вторую часть с 15.00, например, от 2.00 до 5.30, то, пожалуйста, не приезжайте в ночном кабинете. На сегодня у меня эта вся информация, и мы вновь призываем к вашей осознанности, к пониманию ситуации и к помощи, потому что вы лидеры. Мы ожидаем от вас, от вашего участия, что вы поможете как бы ликвидировать конфликтные ситуации, если они будут возникать с вашими инвесторами, чтобы вы не превратились в тех, кто будет наоборот этот конфликт разжигать. Ответственность быть на конференции и на экофесте является личной ответственностью инвестора, но не нашей, не вашей и не конструкторского бюро и не сотрудников полигона Марьиной Горки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И, пожалуйста, помните, что ответственность на каждое индивидуальное место, которые проживают их в том, что они будут возникать, конечно, обновляют их. И, конечно, мы надеемся, что нет ни о чем-то, 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 ни о чем-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Очень важно знать, что сейчас нам не дают телефоны либо контактных лиц, с кем вы можете связываться на автобусах. Нам сказали очень четко и конкретно, что перед посадкой в автобусы будет стоять несколько человек с табличками «Скайпе Экофе». Это как раз и есть и организаторы, то есть это ни один, ни два, и, возможно, даже не 10 человек, а больше с табличками, которые будут помогать проверять билеты и сажать людей в автобусы. Продолжение следует... Взрослая информация о трансферах. I promise you just to put all this information in our chat and so we asked about the agonizers, there were contact details, but we said that all the people who will help and agonize will have special plates on them and that will be Skyway Aga Fest and it will be not one, not two, not ten, not more people and they will check your tickets, they will help just to get on the buses, etc. These people will be the main agonizers here. And the information, where you should go, for what time and everything in all the languages will be in our chat. So please look and please be prepared. Thank you. I ask you to spread this information among your partners. and investors because the last days before the Aga Fest there will be no answering questions or whatever. So we will answer the questions about the organizations practically in the nearest two, three days. After that we will just be getting ready to accept all the participants. Please help us to take part in this event. Please help us to agonize it. And if you have any questions about the organizations or if your partners or investors do have some questions, please explain them. And if you do not know, please get in contact with us in the nearest two or three days. Thank you. 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 У нас сейчас очень красивый вопрос в чате по поводу передачи билета другому партнеру. Вы знаете, не будет никакой передачи билета другому партнеру, неважно, как это происходит и где. Это как в кино и в театре. Все то же самое. И плюс сейчас информация для тех, кто считает себя таким очень мудрым и распечатывает несколько своих билетов, предоставляя их всем своим знакомым, которые могут поехать на Экофест. Ну, QR-код введен не просто так. Когда он один раз считывается, то все остальные билеты, которые будут предъявлять потом те же самые, будут считаться недействительными. Поэтому предупредите всех своих партнеров, что они могут оказаться в ситуации, что их друг по их билету пройдет, но они останутся за забором Экофестиваля. То есть каждый проходит только по своим билетам. Ого! Окей. ...а очень хорошая цитата. Если я принти из двух этих билетов, то я просто вывожу их в одной из моих билетов. Ну, то, вы знаете, что каждый билет имеет свой цитат. Если твоя билет друг к которому вы можете дать вам документ на копии, of your ticket, so just was checked before you when just going to the, on the bus, so you will be left behind. So only when ticket will be accepted. Otherwise, so it doesn't matter how many copies there are, so why not? So just please get this in mind. And if someone asked, if I can give more ticket to someone else, no, you can't. Лариса, благодарю. Будут ли еще дополнения какие-то, коллеги, для вас? Мы уже проговорили тот момент, что вся информация, дополнения какие-либо будут, будут у нас в чате. И очень-очень большая просьба. Как всегда, никакой перепиской чат не заставляем. На благо всех, чтобы доступ к информации был моментальный, быстрый, и сразу глаза увидели нужную информацию, либо расписание, либо что-то, что нужно в этот момент. ...information, all the information that is really amassed will be in our channels for the regional leaders. Please, no correspondence. Well, we are not doing it here. Only the immediate, the urgent information that should be spread immediately. Коллеги, тогда на сегодня все. Готовим флаги своей страны. Относительно получения, покупки журналов, шарфиков, будет дополнительная информация в чате. Пожалуйста, следите. Относительно первого, второго дня, я надеюсь, сейчас все понятно. Задача максимально проверить все билеты, распечатать, донести до своих коллег, партнеров. И с трансфером, я надеюсь, также все понятно. Все, мы переходим в скайп-режим. И до скорейшей нашей встречи уже вживую на Экофесте. Осталось всего 10 дней. Давайте максимально прямо вот сегодня решим все эти вопросы. Если важного ничего срочного нет, то мы будем завершать. И я желаю вам супер недели. Открыть максимальные все свои потенциалы и все возможности, знаете, вот запустить, заманифестировать такую мощную волну. Сейчас просто вот нас ведут. Вот вы понимаете, все эти даты не случайно. Вот все просто идет по наивысшему божественному плану, поэтому используем абсолютно все возможности. Я надеюсь, что мы должны быть готовы для флексов вашей страны. И для всех этих скайп-режимований, и для всех этих скайп-режимований, о том, что таких скайп-режимований, и о том, что данные рубли в национаже opportunities в нашем сайте. И мы уже начнем на наш канал, Еще раз благодарю Людмилу, благодарю Ларису и благодарю каждого из нас, каждого из вас за работу и до встречи на Экофесте. Коллеги, до связи.